Песня. Песня. Аминь. 16 глава, 20 стих. И всякий остров убежал, и гор не стал. Толкование. Это тоже последствия описаны в стихе 18 землетрясения. При землетрясениях часто поверхность земли меняет свои очертания. Острова погружаются в море, гора открывает обвалы и разрушения. В невероятных масштабах все это совершится в кончину века. Уже в 6.14 мы читали, что всякая гора и остров двинулись с мест своих. Теперь сказано, что исчезнут вовсе. Стихи же, разгоревшись, разрушатся. В прежнем и в прежнем виде не останется ничего. В прежнем небе и прежней земля виноваты. И моря уже нет. И над сказателем святой Андрей Кисалийский под островами, разумеет, святые церкви, а под горами в них начальствующих. При наступлении великой скорби, а тихо листовые святые и их пастыри, во исполнении слов Господних, уйдут в пустынные потаенные места и укроются там. Их не станет шумным безбожным обществом. Убегут они не от мучений, не из страха, но предпочтут для сохранения благочестия пребывать в горах и пещерах, нежели в городах. Да и невозможно им будет жить в обществе. Так же само пришествие Христа носут святые и соединяются к Господу, предыдущим на облаках. И их уже не станет среди нечестивых. Конкретно мы что должны делать? Как это к нам относятся? Или просто сознанием в голову набиваем? Или это предупреждение чего-то? Мы даже уже за вами начали делать что-то. Но когда готовишься, тогда легче потом это воспринимается. Когда ты готова, прожидаешь. Надо готовиться. Зато мы говорим, чем неожиданнее беда какая-то, тем более переносится. А когда заранее, говорили неоднократно, тоновозно. Ну так должно быть. Это еще впереди. Хотя подобное уже было в первых веках. Это и советская власть. 21. И град величиной в талант упал с неба на людей. И хулили люди Бога за язву от града, потому что язва от него была весьма тяжкая. Толкование. Это довершение всех бедствий. То, что град пал с неба, означает, что людей и всю землю постигает гнев небес. Нема не может более взирать на беззаконие людей и посылает тяжкое наказание. Все уничтожающий град величиной в талант. Талант мера веса в 60 мин. Перевести ее точно в наши единицы измерений не удается. Но для града величина, во всяком случае, весьма большая. Край от людей язва от него была весьма тяжкая. Эта язва напоминает также седьмую казнь язвы, наведенную Господу на Египет. Но все казни не приводят к покаянию. Сердца людей ожесточены и ожесточены навечно. Не действует ничто, ни землетрясения, ни разрушения Иерусалима, ни падения Вавилона, ни град. Покаяния нет, и хулили люди Бога от язвы от града. За язву. Хула будет последнее, что в отчаянии, злобе и бесовской одержимости извергают хуста погибающих. Что еще остается? Страшная суть – начало вечных мучений. Что это такое по-настоящему? Град, который падает или что-то подразумевает Женбова под этим именем? Такое не то, что он назвать не мог. Вот язвы, которые… Что это за град такой? Это прямо указывает на радиакцию. Вот когда вот бросили на Хиросиму, на Сен-Нагасаки, там половина, наверное, только погибли. А остальные дальше умирали. Первый год дальше отравлено. Там никто не понимал. Выжгло глаза. Язвы какие-то. Тело все разваливается. Вот кто работает с этими приборами, они часто поражаемо бывают. Я знаю несколько человек. Как правило, это начальники. Вот у нас сейчас компьютер, калькулятор. Вот такой вот где-то. А тогда калькулятор, например, пополам сделать. Два размера, рядом у аудитории полная, аппаратура. Гудело на улице слыхать. Умножать цирку. Сама машина тоже была дива. А сейчас это подразумевает. Ничего нет. И вот он, этот ректор. Я был хорошо с ним знакомый. Внезапно умер. Он как раз этим занимался. Все, которые что-то делали. А кто это ради и прочее изобрел? Изобрел, открыл, так сказать. Ну кто? Вы слышали Нобелевская премия? Самая высшая премия мира. Она дается только один раз. И при том только живым. А этому человеку дали две премии. Еще не знали, что мы только поняли, что что-то здесь заменят. Тысячи, миллионы тонн нефти, угля. Атомная радиоклодка подводная может полгода не всплывать. И кислород вырабатывает, и все. Ну там все. Лучше сегодня пропускать радиацию Синис. Поэтому сильно утяжеляет конструкцию. Я встречался с людьми. А вот недавно только. Нина Желная к нам приезжает. Виктор у меня. Он где-то там на лодке был. Он умер. Не знаю. Ребята говорят, что 25 лет он уже полуживой сидит. Есть фильм такой показывает. И всплыли они. Так что никак загорелась атомная. Реактор атомный. А американские там корабли стоят. Сразу они на палубе все. Что случилось? Ничего не случилось. Но они могли бы помочь. Они никак не этого. Это моряки ничего не надумали. Скажут, снять штаны и задницу показать вертолету. А когда приехали, теперь уже показывают, как они на кладбище. Сколько людей. И вся молодежь. Ну и некоторые там. Уже было какие-то винты заметить или что-то такое. Кто? Ну там вызвались какие-то уже. Вызвались на смерть. Они так оттуда вышли. Их создание затеряют. А вот когда еще дома искали. У нас было пожарных. Сколько было. Наш Павел там ездил. Захватил маленьких. С Горбачевым его. Ездила с ним. Раиса Максимовна. У нас два. Лекемия. Кровь разлагается. Кровяных лицок нет. А мы и ждем даже. И об этом не думаем. Какая кровь? Поел лапшу. Пошел. Так вот лапша и все дает кровь. Кровяные тельцы. Там кто я не знаю сколько названий существует. А все это при нормальном роде. А здесь поражается главный орган который вырабатывает. Я говорю. А что еще? Ну еще полное расслабление. И все. А я вот еще хотел. к предыдущему стиху там на толкование что уйдут они в укропные места там. В горы везде в ущелье уйдут верующие. Потому что жить в обществе уже невозможно будет. Ну да. Я жил на Урале там с дядей своим родным. Я ему свидетельствовал о Боге. А так как он эту жизнь не захотел ищу силу оставить. То есть пил, курил, матерился, людей водил. Я взял просто другой дом для себя в этой же деревне. Такой в другом месте снял. И отделил уже от него жил. Потому что я не могу в этой нечестии жить. Как бы вот так вот. В наше время. То есть мы точно так же отделяемся. Если люди не хотят. И страдаться. Ну тут вот это взяло. Пало сверху. А сверху это радиация. Мария Кюринь-Скандовская. Женщина. А они с мужем. Там показывают тоже. Как его имя. А они какой-то котел. И они варили. За год наварили. Столько. Что на конце иглы можно было поместить. Ну как дается. Это специально урановые луды. Вот. Человека приговоренного к смерти не убивают. А туда. И он там долбит. Он обречен. Вот побег из гулана называется. А они там показывают прямо. Видят там ни пауки. Никого нигде нет. Как так. Везде все есть это. Все умирает. Даже высокое напряжение. Вот мы здесь линию пересекаем. Когда идем. Это вот у нас линия-то идет. Это самая высоковольтная. 1 миллион 200 тысяч вольт. Но. Напряжение 750. Я узнавал только. И падение. На ней никогда. А на птичке не садится. На это. Пчелы не летают. Цветы не растут. Под этим пацаном. Ну и человек куда пошел. Искусственно создает вот этот град. Град. Град этого не делает. А как град? С осадками может быть. Заражаются. И язвы их постигают. И хулили Бога. А почему Бога? Почему Бога пустил? Вот когда началась эта операция. Это было сказано. Слышали. Что потребуется то и атомное оружие будет применено. А в Сибири то здесь около Барнаула. Там батюшка ездил. Там храм. Что-то не знаю. Свящали или что. Какой-то. Там именно ракеты. Главная ракета называется Сатана. Название. Она расщепляется. Долетает. И в разные стороны. Достаточно одну или две ракеты. Чтобы в Нью-Йорке исчезли. Как пишут. Вот очевидно. Так. Похоже. Вот летел ангел посредине неба и нес священное Евангелие. А ангел и нес Евангелие. Ну их что нес? А вот если брать глубже. То это то что сейчас мы видим. И не видели. А радио, интернет. И евангельская проповедь звучит это другое. И под контролем Божьим. Это. Перенеся на сегодняшний день. Мы говорим. С крыш будет проповедано. Я ни одного на крыше не видал. А это означает с высоты. И радиостанции стоят. Вот мы сейчас сидим еще. А везде проповедь идет. Ты им сейчас типа нажми кнопку и ты увидишь. И как служба идет в Москве. Крайный преслед спаситель. То есть мы должны научиться как-то трансформировать на сегодняшний день. Как на что похоже. Вот о чем я говорю. Град. Осадки. Осадки. Зараженные. Траншевые. Как только дождь пройдет. Потеряльки были. Лужи чистые. И бегаем босиком. Пыль летит. А сейчас смотришь. Уже только выпало осадки. И уже по краям какая-то пеночка. Зелень. Откуда что. Сколько раз я бил уже здесь. То есть оттуда падает. Так-то мимо прошло бы. А так команда присосалась. И вся эта вещь падает. Что ждет это поколение. Живые как позавидуют мертвым. Вот как будет. А так-то. Вот. Самая радость какая-то. Я этого не захвачу. То есть. Ну все. Ресурс исчерпан. А ему Бог знает. А тебе какая разница в этих годах поговорить. И еще себе. Сказал. Наоборот цепляется за жизнь. Вот этот парализованный Сергей-то лежал. Георгиевич. Козлов. И он говорит. Ну ему говорят. А ты хоть видел там до 30 лет свет-то. Сильный был. А теперь парализован. Он говорит. Наоборот. Который ничего не имел. Это легче переносить-то у него. Ну не видел белого света. И он так он учился делать. А я видел. Все у меня было. Я учился. Была дружба. Я думал. Всего дышите. А что? Прыжок в воду. Головей обрюнул. Семь позвонков на ребенке. Поэтому никогда в воду не прыгай. Даже здесь вот. Уже знаешь. Потом кто-то ночью пасал. Какой-то швыли. Тихо запоролся. Запустите потихоньку. И плыви. Не прыгай. Кто-то из вас живут открыл. Туда запустили. Скотину в лагере-то. И кто-то в воду забил. Только щетки летели. Вы двое фактически пасете-то. Я обоих допрашивал. Нет. Я не знаю. А не. В воду не сделала из этих. Но вы их, наверное, палочки прибили. Так они не так. Так били. Корова никогда этого не будет. Она, наоборот, открыть никак не может. А видно, что приподняли. Вывернули. Скотина зашла. А там, где колокол, все переворочили. Вот я позавчера видел. В первую очередь. С архиереем, когда ходили. Кто-то из вас, вот кто пасет. Я разговаривал с тем и с другим, кто пасет. Само по себе это не может быть. Я нет. Я ломил одного, когда он ломал большой жертв. Сделал вот такую жертву. Туда заломил. Теперь давит. Она пламывается. Городушка. Пришли смотреть. Ребята большие. Женатые. А я только новую завориваю сделал. Заходите в лагерство. И она уже пополам переломала. То есть вдвоем или втроем. Сели на нее. Кащали и сломали. С остальной. Шалаша. Притом я видел ее. Она была несколько месяцев назад. Ну и бывает так. Нечаянно. Сломал бы. Сделали. Нет. Все. Заброшили. Скотина сейчас на проповую по лагерям ходит. А ведь этого никогда не было бы. Сделал. Видел косой. Старные жерди. И все это нужно. Готовое. Под откос. Вот посмотрите. У нас даже дома пустые. Это кто? Жил этот горбунов. Начал пить. Там ворота все снял свои. Выехал. Ну по порядку. Не просто как это было. Этот жил, который ушел в секту. Где у нас саванны. Сажаем где-то. Отец его помер. Никого больше нету. И вот обязательно что-то где-то делал человек не так. Пошли дальше. Семнадцатая глава. Первый и третий стих. И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. И, говоря со мною, сказал мне, Подойди, я покажу тебе суд на дикую блудницу, Сидящую на лотах многих. С нею блудодействовали цари земные. И вином ее блудеяния убивались живущие на земле. И повел меня в духе, в пустыне. И я увидел жену, сидящую на звере и багряном, Преисполненном именами богопрудными, Семи головами и десятью рогами. Толкование. Кончилось введение судов семи чаш гнева Божия. Теперь Господь имеет намерение Подробнее показать великий город времена Тихриста. Вавилон и суть над ним. Это раскрытие уже кратко, ранее кратко сказанному Иоанну, 14.8 и 16.19 в Вавилоне. И вот пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш. Возможно, седьмой ангел, Так уже возвещавший о падении Вавилона. Говоря со мной, он сказал мне, подойди. Это похоже, как в 10.8 голос с неба стал говорить с Иоанном и сказал, Подойди, возьми раскрытую книжку из руки ангела, стоящего на море и на земле. Здесь же ангел ему говорит, подойди. Не надо понимать, что сам тайный зритель стал и пошел, сменив свое местоположение. Нет, все это видение. Интересно, он оставался, где и был. О видении ангел пригласил его подойти. И далее он пишет, что ангел повел меня в духе в пустыню. Слова в духе означают, что все, что происходит, в видении. Что же намеревается ангел ему показать? Великая грудница и суд над нею являются объектами видения, показанного ангелом Иоанном. Кто же эта великая грудница? Сам же ангел и дает толкование этому в стихе 18. Женача, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными царями. Послушайте, город, великий, царствующий город. Не в стране, а на тупине. Кто это? Здесь доказывать еще не надо. 17-18 года в Москве говорится. Это Москва. Как-то начали на интернете, там, ну, такие знатоки. Это Лондон, там, или там Вашингтон. Ну, полчаса побеседовали, все, смело Господь. Тут данная, какая она, сколько говорится. Говорит, Вавилон. А толкование Вавилон какое? Рим. Андрей Кесарик, Андрей Кесарик. Рим. Тогда глотогоспостующая, мировая держава Рим. Рим пал. Константин. Он строил второй новый Рим. Называется Константинополь. Теперь Стамбул. Второй, как только там, там, я сейчас не могу сказать, в 1435 году было это, мусульмане захватили. Москва мгновенно, наверное, к обеду уже, себя прогласила Третий Рим. А Святой Епипаде и Епипаде говорили, Третий Рим, Москва, тебя четвертому не будет. Москва взяла на себя название Третьего Рима. И в Москве организация, как партия какая, Третий Рим. Ни одна столица мира, тем более на царями, а на Киеве царями, на другими. Аммунистическое учение зараза везде захватила Южную, Северную Америку, Африку. Она царствовала. И все туда гнали и гнали. В Кубу. Это же там миллиарды. И власть сменилась, и все-все просили. Хуже русских никто не жил в этой республике. 15 республик. И везде жили лучше, чем русские. Я русский старший брат. За счет его все. Работали сколько, и все ушло как и куда. А дальше, это фланг всемирного масштаба. Блудец. Потому что разбрак на учение Бога нет. Что только не делали. Я все это захватил. Заставляли. Моего отца. Памятник Степана. Отец Тихон Дмитриевич. Он Степан Дмитриевич. Здесь был он. Был в Селиван. Ну, наверное, лет-то 16 было. А контора была. Вот сейчас как только перейти вот сюда вот. И прям сразу здесь идет дело поворот. Контора была. И они его там давай уговаривать. Власти приехали. Ступай в консомол. Говорят, ты не пьешь. Работаешь хорошо. Тебе только в консомоле будет. Он говорит, я не хочу. Не хочу забереть его в комнату. Морить его голодом. День, два, три. Согласиться. Но он верит, что не вырваться от них никак. И говорит, хорошо. Я согласен. Но воровать все равно не буду. Как будто бы шайка бандитская набирается. Воровать обязательно надо. Ну, в консомоле. Он скажет, а воровать-то все равно не буду. Так сейчас считаете воры? У нас, которые комсомольцы, коммунисты, конечно, делают то, что воруют. Как продают-то? Что делают? Да прогоните его отсюда. Он так и не вступил. Мне говорили, ладно, ты не вступаешь. Но в армию пойдешь, тебя заставят. И заставили. Я ни одного няня не был пионером. Я страшился, причем мама училась. В пионеры галстук тебя за галстук там подвесят. А там внизу тебя щели будут есть. А там внизу огонь горит. То есть лицевая, с котельками. Мы этого боялись. И вот мы считаем сейчас. Теперь люди думают, она на семи горах, на семи холмах. Этот город блудница это. А на семи холмах только три города всеверно известного. Вашингтон, Аман, есть какое-то там городишко где-то и Москва. Но тут есть другие качества этой блудницы. Которых нигде больше нету. В ней найдено кровь святых. Знаешь, сколько здесь побито? Сколько вас? Ну, семь человек. Кто-то стукнул, кто-то сказал, тайно молятся. Ночью забрали, утром всех расстреляли. Ни суда, ни чего не было. Тройка. Прокурор в крае. Судья в крае. Ну, и первый секретарь. А как, говорят? Да как, как. Они, говорят, брали монету, бросали. А секретарь упадет. Решка, значит. Особождение. А если местный лицом, значит. Расстреливать. Вообще ничего не надо было доказывать. И вот расстреливали. Возили здесь. Я не знаю, как его назвать. Район или как. Бутово. И вот какой-то архимандрит, видно, идет. Путина ведет. И там надписи, надписи. И он ему рассказывает. А Путин полковник КГБ. Он в Германии работал. Он язык знает. И этот архимандрит. Это ролик стоит такой. И он ему рассказывает. Вот это вот арестовали. Такого-то числа. Тут 70 священников расстреляли. Вот представь себе. Путин. Член этой преступной организации. И когда выйдет. Да что же это такое. Да как же так. К следующему показу. Там вот перечислено там. Членов 200. И сразу в одну ночь всех расстреляли. Он стоит. А рядом это священие делал. Он опять. Да что же это так. То есть. Он как. Споталыку сбили его. Как это так. Это наш народ. Лучшие люди. То есть он-то не захватил этого. Он не виновен в этом. Но это его система. Где он был. Где полковником был. У него звание такое. Это не украинский там какой-то. Зароковый. Пришел. Он там выступает. А там. Зеленский. Это перед этим. Перед народом-то. Комик. Я. Сделаю. Треворот. Крем захвачу. Всем поровну. Вот так показывает. Всем поровну. Что он достигнет-то. Ломается. А теперь-то выстрелили. Я буду президентом. Когда я говорил-то он просто комик. А теперь-то Казахстан этот ролик вытащили. Все так и идет как он говорил. Донбасс всех захвачил сразу. Захватил. Подпрятались как тараканы. Никого нигде нету. Москва. Над другими. Все государства. Которые. Варшавский договор. НАТО. Был Варшавский договор. Чехословакия. Польша. Румыния. Венгрия. По порядку всех билетов. Все входили в этот состав. И вот мы об этом считаем. Сейчас считаем. А 18-2 так сказано. Город. Ой. Вавилон. Великая блюдница. Итак. Великая блюдница. Это ничто иное как великий город царства антихриста. Средоточие богооборчества и нечестия. Священному Писанию свойственно называть блюдницами великие города. По их возвращающему и расливающему влияние на окружающие народы. Вот как. Так о Тире пишет пророк Исаия. И будет в тот день забынуть Тир на 70 лет. В мере дней одного царя. По окончании же семидесяти лет с Тиром будет то же, что поют и блюдница. Возьми цитру, ходи по городу, забытая блюдница. Играй складно. Пой много песен, чтобы вспомнили о тебе. И будет по истечении семидесяти лет Господь посетит Тир. И Он снова начнет получать прибыль свою. И Он будет блудодействовать со всеми царствами земными по всей вселенной. Сколько лет ему было на сердце? Семьдесят. От семнадцатого года до восемьдесят седьмого. Перестройка подошла. Семьдесят два. Это не я говорю, это толкование дает. А толкование опирается на факты, которые уже совершились. Почему не больше? Почему не меньше? Почему не больше? Да будет, говорит, сто двадцать. Бог назначил сто двадцать лет, допустим, в постройку ковчега. А народ еще раз вращенный. Бог вырезает нить. Бесполезно. Еще двадцать лет отбросил. Остается сто. Бог уже произнес. А покаяния нету. И поэтому Бог обрезает нить. А зачем? Результат нулевой. Он безобразующий. О Неневе пишет пророк Наум. Это за многие благодеяния разратиться приятной наружности. Искусственных чародеяний. Которое благодеяниями своими продает народу и чарованиями своими племенами. Ну, конечно, чарования. Какое богатство. Один вспоминает, когда при советской власти собирались какие-то там конгрессы. И что? Столы ломились. В Кремле. Они там буквально обжирались в первый раз. Это икра там, как будто у нас картошка какая. Чего только не подавали на стол-то. Ну и поэтому они легко подписывали. Нужны там где-то свои отряды. Пожалуйста. Базы свои. Военные точки. Пожалуйста. Там пытались сопротивляться Польшей. Танки велись. Зараза разомили все. Там поднимались при советской власти. А слова от них было. Все. Задушили. А кто там был? Руководитель. Первый секретарь. В Москву привезли и расстреляли. Это же все. Захватил это? Нет, не захватил. Я встречался с людьми, которые ночью подняли. Говорят. Срочно танки. Переход. Там сто километров. Вошли. Ну и все. Расстреляли. А у тех-то ничего нет. Они подняли путь этих. Снестили. Ну ты ты кто? Пошел отсюда. Выгнали все. А эти там били танки. Ну там другие страны забултовали. Которые там другие. НАТО. Ну а что сделаешь? Войска не будешь вводить. Это на нас влияет. Вот как раз это было время Горбачева, когда отделили от Берлина разделили там капиталистический социалистический. Из капиталистического в социалистический, коммунистический никто не идет. А оттуда тайно ночью подкопы делали там и скобах-то. Такие тоннели делали, чтобы убежать. И Горбачева сказала, там не надо ничего. Ломайте. Вот как начали ломать стену. Каждый блок тянет домой на память. Сколько там погибло людей-то, которые бежали и стреляли. Бежали в ту сторону. А оттуда счет пойдет. Это в виде уже рассказы. Два мальчика там. Ну сколько метров лет? По шесть. Стоят один на той стороне. А другой на этой. А тот что-то жует. Говорит, а что ты ешь? Шоколадки каждый день дают. У нас тоже будут шоколадки. А властник говорит. Ну тогда, говорит, другая власть будет, тогда и шоколадок не будет. Здесь же речь о Вавилоне, кончины века, о котором и ранее уже было сказано, что он яростным вином мудац своего напоил всенародом. Это третий интернационал. Учение коммунистическое. Марса Ленина. Побеждающая идея. Всем порогу. Граб награбленное. У человека богатство. Вот он живет. А там у него награбленное. Поэтому никакой суд не будет. Бери его. Его можно расстрелять. Остатки растащить. А дальше голод. Он тысячи человек кормит. И это все проходили. И все это было. Вавилон, великий царствующий город времена Тихриста, будет простирать свое влияние на все народы. Это выражено тем, что великая блудница показана Иоанном, сидящей на водах многих. А далее в стихе 15 он будет объяснено, что воды, которые ты видел, где сидит блудница, суть людей, народа и племена и языки. Это напоминает слова пророка Иеремии о древнем Вавилоне. О, ты, живущий на приводах великих и забивающий сокровищами. Шире под великой блудницей можно понимать не только сам разрадный город Вавилон, но и вообще осуществляемое через него земное богоборческое царство. А в Вавилоне великая блудница существует в сектантской среде много ложных, а то и прямо богопыльных толкователей. Сходятся эти толкования на том, что считают великую блудницу не городом, не политическим и государственным центром в последнее время, а ложной религии антихриста. Считают. То есть утверждение. Она сейчас, антихрист еще не пришел, а она уже подготовила. Вот все время наслаждали. Бога нет, Бога нет, а антихристу это не надо. Он себя выдавит за Бога. Сядет в храме, как Бог, выдавая себя за Бога. И будет чудеса творить. А какие чудеса? Вот до воскрешения измерла. А это призрачное. То есть человек видит, а ничего этого нет. Вот какой-то волк там был во времена Иоанна Богослова. И он говорит, вот где у тебя отец? Говорит, отец где? Моряк. Буря была, он утонул. Давно утонул? Два месяца назад. А я его сейчас выведу оттуда. Я живлю. Вот это да. Ну, нырнул, проходит там сколько времени, выходит отца, он говорит, твой отец, твой. Он говорит, я не хочу на землю идти там так хорошо. А ничего нету, обман. А когда Иоанн Богослов пришел, и он опять за каким-то мертвецом парился, он перекрестил, вода закрылась, он больше не вылез оттуда. Все, задохнулся, бесы его бросили и вот там утонул. То есть, что-то подобное в первые века проходило, но как бы в малом масштабе, в одном месте. А тогда будет во всем. Вот есть фильм, шесть. Смотрел? Антилиз. Вот так. Там много это показывает, как казнят они их. Да? Дальше, Катя, Сорнис, гильотина. Рукой не надо махать. А сам этот клинк идет. В голову, рядом корзинка, по желобу, голова там уже лежит. Только одно запомни. Быть верным Господу. Не хватайся за эту жизнешку. Даже если оставят тебя жить, дальше они будут над тобой как угодно смеяться, издеваться, выдержать. Все, и все равно убьют. Я с Господом. Я с вами не хочу быть. Александр Иванович Русейнов, у тебя будет, наверное, дедушка. Да? Продедушка. 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 Ну, да. Его, когда к расстрелу приговорили, суд был. Меркулов, кажется, был заместитель Берии в суде. Он говорит, понял. Он говорит, понял. А что понял-то? Ну, что, расстреляете? Я буду со Христом. Так надо писать апелляцию, надо... А зачем писать? Вы осудили, я вам писать буду. Я не хочу. Его опять посадили. Он заслуженный. Всю войну прошел на Переднем фронте. Он был, говорит, начальник радиостанции Рокоссовского, Константина, маршала Рокоссовского. Мне вот так рассказывал. Я все записывал, у меня все это отняли. У меня в льдахом все было записано. Вогибель, такие сокровища. Ну, и я буду со Христом. Я вам сделаю помилование. Не надо мне помилование ваше. Все. Мне вот приходилось, когда первый раз в 80-м году арестовали. Я узнал, где сказали, там ходатайство, вас освободить. Я сразу заявление написал, как это явился начальник СКГБ, подполковник Николин Юрий Михайлович. Я ему вручил. Я сказал, вот, я отказываюсь от освобождения. Я хочу выйти отсюда. Он вот так вот взял, подошел к окну, постоял, повернулся и говорит, нет, Игнать Тихонович, ну в этом мразь! Кому она нужна? Там люди вас ждут. Там затоутся хоть мешками распространять. И мое заявление порвал. А уже приехали на машине освободить. А тоже бывают искушения какие-то. Второй раз, когда посадили, он на пенсии был, он пришел. Говорит, кого вы взяли? Какой вред он принес? А мне потом пришел и говорит, когда я освободился, дураков у нас, у вас хватает. Он за мной еще не был. Когда я вышел, в тот раз, когда он приехал, а Надежда Васильевна принесла передачку. И мы прямо на колесе вот вернулись, встали на колени, встали молиться. Там поднимается колесо, и мы прямо на колесе. Он приехал со следователем, до дома довез, завел, три поклона положили ему. И он говорит, я вашей матери обещал, что я вас верну. И так сделал. А вот если вы с ними сотрудничаете, то есть шаблон, подробно никак. Что Бог располагает, вот как поэма христиан Крунацова. Он его допрашивал. Она завтра, когда львица вышла, там тигрица вышла-то, а вот главный, который обвинитель, прокурор-то, и вдруг пристал при ними, о Рим, я христианин, обратился-то. И зверь метнулся, прижавшись к земле. Диким криком Рим огласил. То есть было это все и будет, только это, по сравнению с тем, страшнее намного будет. Вот пристал сразу. Вот как жили. Вот в 1929-1930 год. Когда стало задыхаться, там есть еще Ренинска, там НЭФ, новая экономическая политика. Землю дали, отработали. Вот вы пойдите, когда на второй мостик, и увидите там канава. Когда идешь к нам там, где крещение, это канава не сегодняшние люди, это нет. У батюшки, если вы спуститесь по батюшке туда, к нашему пруду-то, там вот такая вот глубина. Канава. А лошадь ей это все делают. А поэтому лошадь прыгнуть она может туда, а когда там хоть одна жертв, чтобы поднять все из туда, она не поднимется. И они копали ночами по прямой линии, видимо веревку натягивали. И вот, как это, идешь на корщину, где столбы идут. И так мимо, эта канава идет у второго мостика, пересекает и дальше. По Скотино. По Сти. Отец рассказал. Это все там днем-то работает на поле, а канавы копали ведь по ночи. Какой народ был? Никаких экскаваторов не было. Это сто лет назад. И так это все выглядит. Я вот у нее записывал интервью, которые были сосланы там. А одна была из тех, которых сослали. А она их дочь была. Она была за партизаном. И поэтому их не взяли. Но она так на мужа то другое. Я хочу маму повидать. Мать-то раскулачивает. И она пошла. И там какая-то рещушка течет. Такая. И сказали. Такая-то Нинка пришла. Там все бросили работать. На встречу к ней. Ниночка. Ты хоть одну щепочку с родины принесла нам. Они в этом жили и умирали. Ну, представьте, из дома могут их... Посадили когда-то зимой. Отец видел. Кидали с ребятишками вместе. Она ребенка держит. Никак. Утром ребенок уже труп на руках. Это свои, сами свои. А дальше сажали на лошадей. И отец... Наш отец видел, когда они возили пшеницу. А их везут как зима, ночь, крики. Едут. Один замерз, другой никому это не нужно. Войны никакой не было. В 30-м году. И когда вот была дегеранская встреча. Там Черчилль. У него срок был. Рузвельт, Сталин встречались. И Черчилль спросил. Во что обошлась коллективизация? Сталин, говорит, растопырил по всему. Десять миллионов. А на самом деле двенадцать миллионов погубили. Лучшие тружеников. Тебя сразу арестовали бы. Послали. Потому что работа и все у тебя есть. Грабить одно удовольствие у тебя. На один склад только. Это все здесь. Я захватил этих людей. Я с ними разговаривал. И отец мой это все видел. И он сидит. Рассказывает. Поле. Пошел. А я сзади. И он не видит. Я сижу и плащу. Вот там, когда Андрей Ашинок. И там ямки. Это их дома были. Я прямо стихотворение написал. Как вечер. Как все пришли с работы. Тут гуси. Вход от востока. Я все это воображал. Я вырос, то я им отобщил. То есть хотел быть террористом. Научиться убивать коммунистов. Подходить не буду издалека. Меня никогда не поймают. Вот. Ложусь спать. У меня такой топорик. Ружье. Если я выскочу в окно. Или в сервере. У меня везде подогнутые патроны были схватить. Это здесь. Потеряйте. У меня старшего. У меня младшего. Их там не было. А их молодых. Вот их. Я выводил каждую утренную зарядку. Что все должны быть сильными. А там сидят коммунисты. Вот. Я перед вами. Есть такой музычка. Билл и Сашка. Музычка. То ли по мере. Он у Джохара Дударева. В Чечне был. Подбивал там эти танки. И прочее. На Украине. И вот меня этот Игубин Кирилл Сашков спрашивает. Вы находите общий язык со всеми. И с католиками. Со всеми беседуете. А вот с Сашкой Биллом вы бы сумели? Знаете. Я говорю. Нет. Я бы не стал даже делать. А почему? Это я такой. Он говорит. У меня три дяди было. Всех взяли и расстреляли. Я мщу за них. И у него там какие-то награды были. Кто там? Басаев был. Друзья. Кто? Это уже наше время. Вот. Первая, вторая. Чеченские войны. А я теперь на то смотрю. Как сам Бог сказал. Не ты будешь гнать. Тебя будут гнать. Это моя биография. И я это принял как радость. Вот сейчас. Вот я говорил сегодня. Ровно неделя проходит. В понедельник. Будет суд. Ничего не известно мне. Ну. Жду ответ от. Может не от одного юриста из Москвы. Напечатать. Я дам. Чтобы сразу предложить. Я там написал. Вы уже 25 тысяч взяли. Взяли. Вот. Елена Анатольевна заплатила. Я все равно. Доставлю мне это денег. Рассчитаюсь. И определенно. И сейчас. Я говорю. Это две. У меня. Пенсии. Два месяца я не должен не пить. Не есть ничего. Вы думаете. С кого берете вы. Ну. Я говорю. Для меня лучше. Если вы меня арестуете. Написал. Заявление. По крайней мере. Я там. Хоть накормил буду. В тюрьме. А здесь. Если что-то наложите. То у меня же. И за квартиру. И за свет. И за интернет. Одежда. У меня ни копейки нету. Ни копейки. 12 тысяч. На два места. Это 24. Заплатили 25. Я уже написал. Заявление этому. Судье. Я говорю. На многие-многие годы. Это будет. Буйное пятно порока на вас. Что вы сейчас делаете. Дайте справку. Что Мамонтовская администрация потерпела урон. 18 еди. Они и знать не знали что растет. А вас не было. Мы защищали. Вот. Нам их принадлежит. И притом делал не себе. А трассу. Которую должно государство делать. И поэтому сразу мне из других мест написали. Самое лучшее. Если вы возьмете всю вину на себя. Я так все везде написал. Виноват только я. Ну правда. Я давал указания. Не пилить. Не пилил. Там один начальник большой. Спрашивает. А в прошлом году вы убрали? Убрали. Как у нас. Посмотри. Что это. Больше тысячи свай. Загорожено все. Подняли. И что. И дальше бы 30 лет. Если бы не было суда. Не сообщил. Такой-то человек. И показывает. Ну теперь все написано где. Кто. Что. Когда звонок был. В какое время. До одной минуты. Разговоры отпали. При начале. Который делал. Дело вот такое. Допустим. 400 страниц. И на первый. Дежурный. Милиционер. Майор. Такой-то. Из Потеряевки. Был такой-то звонок. Тот-то позвонил. Ну. И далее. Сколько взято. И кто это делал. Конечно. На меня. Где живет. Улица Мария Лапкина. Где это находится. Он говорит. Если бы я за звонок. А мы обязаны отреагировать. Иначе нас всех захватят. Вот оно как. А как-то мы потерпели что-то. Ничего не потерпели. Это. Милость Божия. Семикратно в день. Прославляю тебя за суды правды твоей. Бог подготавливает. А кто это делает. Он. Чужой. Все. Я днем и ночью молит за этого человека. И ночью встану. Перекрещу еще. Господи. Не дай ему умереть без покаяния. Сохрани. Сегодня уже картина ясна. Ну. Неделя только. А уже понедельник. Ну. Ну. Если все. Может закончено быть. Если во внимание придут. Что я скажу. То есть. Расследование должно быть полное. Расследовать. Сколько платили. Я за бульдозер только заплатил 546 тысяч. За бульдозер. Ну. 5 лет были. Как привезут. Так привезут. 50 тысяч. И сколько вот песка. Сколько грали. Что мы делали. Это. У вас постановление принято. Краевым советом депутатов трудящихся. Они должны делать. А мы сами делали. То есть. Это помощь государству. А платы то никакой нет. А я еще в начале детского лагеря. 45 лет. Тысячи детей. Без помощи государства. Мы все написали это. Ну не знаю как там. Батюшка у меня. Будет переводчиком. Я не слышу. Он чуть не убежал. Хотел. Убежать. А ему раз и письмо на стол. Обязан быть здесь. Он тогда сразу отложил туда. Пошел. Но он не скрывает. Главное это говорить. Я благословил. А я не вижу где делать. Всегда берем. Поехали. Ложная религия антихриста. Мирской церкви. Организация лжепророков. Конкретно. При этом. Называется. То сама церковь. Православная и католическая. То римское папство. То и кумина. Во первых. Все эти толкования. Ложны. Уже по одному тому. Что видят. Великая блудница. Не великий город. Царствующий над земными царями. Во времена антихриста. А религиозную и идеологическую силу. Последнего времени. Ложность этого видна из следующего. А. Во всех местах проявления. Великой блудницы. Нет и тени такой мысли. Б. Стих. 17.18. Прямо толкует. Что жена есть город. Если же допустить мысли сектантов. То надо еще толковать. Что есть город. То есть давать толкование толкованию. А это бессмыслица. Зачем давать толкование одного видения другим. Которые в свою очередь опять нуждаются в толковании. Зачем символ символом. Стихи. 9.18. Дают толкование видения. В 1.8. И если мы город. Стих 1. Должны понимать опять как символ чего-то другого. То и семь царей. Стих 10. И семь царей. А символ чего-то. И десять царей. Стих 12. И десять царей. А символ чего-то. И народу показано видение в образе его. Не народы. А в свою очередь являются символом чего-то. Так символом чего же они являются? Спросим мы сектантов. Допуская символическое понимание города. Мы должны допустить символическое толкование. И стихах 9.18. И прийти таким образом к нелепым предположениям. Вроде тех, что времена и народы являются не народами временами. А символом чего-то другого. Толкование говорится. Это народы. Воды. Он говорит. Зачем времена ты теперь? Кого толковать? Такое толкование дано. И что город этот от него обогатились те? Америка нигде не берет. Там только граждане. А Россия на всем понимала. Смотри сколько в Китае. Какие там метонологические кабинеты. Там какая-то... Называется договори в этом. У арабов они строили в Египте что ли? Ярославль сказали, что это все бесплатно. От нее все обогащались. Миллиарды долларов туда отталкивали. Ну и обогатились от нее. То есть какой город обогатил? Да нету больше никто таких богатых. Ложность этих толкований легко усмотреть и излить в сопоставлении с текстами Писания. Иные разумеют под великую блудницу и саму тексту. Она, мол, на своем историческом пути открыласть от своего высокого назначения, сделала служанкой человеческих стремлений, вошла в контакт с миром, то есть стала блудницей. Изменила Небесную Жениху и Будда действует с миром. Это толкование пристекает из совершенно ложного сектантского понятия о том, что есть в церкви. В церкви есть толк и утверждение истины. И по словам Спасителя, брата ада не одолеют ее. Истинная церковь Христова прибудет спасающей и благодатной до конца мира, и ничто не покорит ее. Сектанты отпали от церкви, лишились ее благодать и образовали свои самочинные общества в последние века, в основном со временем реформации в 16 веке. Своё происхождение в последние века они не могут объяснить иначе, как через утверждение, что церковь в течение веков отошла от истины. Тут они приходят в явном противоречии с местами писания Матфея 16 главы и 1 Тимофея 3 главы. Теперь они говорят, что церковь не только отошла от истины, но станет великой блудницей антихристов времени. Это уже богохульное учение. Самого термина мирская церковь, писания Нового Завета, преподающего учения церкви, не знает. Это богохульный вымысел сектанта, ибо хуляющая церковь хулит ее создателей главу. Образ великой блудницы не приложен и к римскому папству, как это следует из рассуждения в приложении 4. Ложные понятия сектантов об икумени, как о великой блуднице, сидящей на водах многих. Это учение распространено среди баптистов-раскольников, среди меланитов. Многие же протестанты и сектанты, наоборот, активно участвуют в экономическом движении. Под многими водами они понимают многие вероисповедания, объединившиеся в один союзе образовавшую мирскую церковь. Об этом городе великая блудница, ангел говорит Иоанна. С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивали живущие на земле. Это все о великом богооттупничестве, нечестии и тлетворном влиянии великого царствующего города, другие государства и народы. Пророк Езекииль пишет так об этом. И пришли к ней сыны Вавилона на любовной ложе и оскорнили ее блудодействием, и она оскорнила себя ими. До сих пор были слова ангела. «Теперь только начинается само видение». Иоанн написывает. «И видел ангел и повел ангел меня в духе пустыни». Словами «в духе» означено, что происходит это не в земной действительности, а в видении. «Повел его ангел в пустыню, где и увидел тайный зритель великую блудницу». Пустыня здесь имеется в виду нравственно-религиозным смыслом. Великая блудница за свое блудодейство совершенно оставлена Богом. Лишила себя всякой связи с церковью, находящейся также в пустыне, но совершенно иной. Великая блудница лишена источника воды живой и текущей жизни вечной. И оказывается в духовной пустыне обреченная нравственную гибель. Здесь жизнь без Бога, без Духа Святого, без живительной благи небесной. К тому же пустыней в духовном смысле считается вообще всякий город или многочисленное многолюбное общество, порицаемое Богом за душевное опьянение, пролюбодеяние и другие подобные преступления. «И вот в этом раз на духовной пустыне, пишет Иоанн, я увидел жену, блудницу, которая далее будет подробно описана. Но сначала показывается, в чем ее сила и сущность. Это означено тем, что Иоанн увидел ее сидящей на двери багряном, преисполненном именами богохульными семью рога головами и десятью рогами. Это все тот же зверь, выходящий из бездны, большой красный дракон с семью головами и десятью рогами. Это дракон, давший силу свою, престол свой и великую власть над Христом. То есть это дьявол и сатана. На нем сидит жена блудница. С ним она в самом теснейшем контакте. Сидит она на звере багряном. Сатана назван здесь зверем багряным, как облеченный в царскую багряницу, как царь царей земных, как осуществляющий через семь земных царств свое царство на земле. Вильзеву, князь Бесовский, князь, господствующий в воздухе, правитель мироправителей тьмы века сего. С другой стороны, багряный цвет зверя означает то, что он обогрен кровью святых и мучеников, и вообще людей, ибо он был человек-убийцей от начала. Далее о звере сказано, как о преисполненном именами богохульными, ибо он богохульник в собственном смысле слова. Он восстал на Бога и увлек за собой множество ангелов и людей. Он научил их хулить Бога. Сам преисполненный именами богохульными, то есть исполненный богохульством до предела и даже более, он из семи головам своим, то есть своим семи царствам на земле, сообщил имена богохульными. Вот сколько у нее признаков. Вот беседовали когда, давайте записывать. Вот она такая, это население Халмагна, три города. Теперь обогатило многих, сразу все отпадает. Москва, дальше. Найдена кровь святых. Один город. Данные, которые даны здесь, они только на Москве исполняются. Дальше. Виновое владение. Какое виновое владение? Там ничего нету. А МАМОНА. Америка – это деньги, деньги, деньги. А здесь учения. Бога нет. Учения от Карла Марса Фитрика Энгельса. Ленина Сталина. Оторисовали везде, везде. Молодежная организация. Там Гитлер Юг, вот здесь комсомольцы. В общем, вот там просто какие называния для детей маленьких. А здесь пионерия. Слово пионер просто первое означает. И поэтому ей нету. И сама себя она позвала Третьим Римом. Вот это да. Ни один город. Никто никогда не претендовал. Но если два города уничтожены, а вот и Третья Рим, почему тебе другая очередь будет? Она другой не будет. Она будет сожженная. Говорят, а сейчас летит ракета, ее могут сбить. Тут отчет давал. Не отчет сказать, а пояснял. Ивашов, кажется, генерал полковник. А другой там, на расчет, генерал армии. То есть он министром обороны был. Он прямо говорит, что направлено, а одновременно там 150 или 200 атомных ракет. С атомным зарядом. Да еще разделяются они. Что можно сбить? А сейчас еще гиперзвуковая скорость. Да ее обнаружат когда? Вот почему сейчас эта операция идет. Отодвинуть маленько. А через пять минут ракета уже в Москве. Мы просто рассуждаем. Говорим, что выхода-то никакого нет. Почему? Заслужили. А вот если бы все обратились к Богу, ну ничего не обращаются. Говорится, в сослагательном наклонении мировая история не рассматривается. А что бы было, если бы Адам не послушал Еву, а просто этим плодом бытал и пол бытал, и все выгнал из рая, а я останусь здесь. Ну давайте, сколько? Вариантов много. Но, однако, этого ничего нету. Нету. Оказался под каблущее. Что папа сказал, то и съел. Никуда не годится. А в Адаме все умирает. И мы приговорены к смерти. Ну а почему так я это не делал? Павел говорит, хотя не повинны в грехе Адама, но мы все убираем. От двух мертвецов рождается мертвец. Уже умерло за то, что Адам там сделал больше ста миллиардов человек. Миллиардов. А на земле сегодня даже восемь миллиардов нет еще. Вот и все. И что она идет? Как будет? Бог один знает. Но нам хотя бы контуром показано. Главное город. Откуда все смуты идут? И сегодня так же. Более ненавистного города сегодня нету. Ну из-за этого что есть-то. И они оттуда все шьют миллиардов, миллионов, столько миллиардов оружия. Какая фактически война и будет тяжелая. Наша задача в больнице. Нам больше не доно никак. А что ненавидят это? По порядку. Кому понравится? Мы благодарим Богу, что у нас пока тишина. Если в городе все продукты перекроют, все наши погреба, все эти склады в карманах перетащат. А что ты сделаешь-то? С вилами встанешь. Прихлопнул. А что делать? Благодарим Бога, что у тебя есть. Благодарим. Ты кормили тысячи людей. Я каждый день это говорю в событиях дня. Каждый день показываю пять роликов. Право от 100 года. Мы благодарим Бога. Больше ничего нам не надо. Так. Вопросов у вас нет? Благодаря получили. Смотрите так. Посчитайте. Раз, два, три, четыре, пять. Или на шесть. Устинова. Так. Раз, два, три, четыре. Еще пять раз? Потому что никого нет. Нет. Вот. Вы двое, трое. Четыре, пять, половина шесть. И нас шесть. Половина школы, Устинова. Так что держите этот вклад и сокол. И пропускайте завесы. Хм. Хм. Песня. Людмила Анатольевна, поблагодарите Бога. Отец Наш Небес, мы благодарим Тебя за это тихое и мирное время, которое Ты Вам даешь. За то, что Ты нам даешь возможность собираться вместе и вникать в слава Твоей святые. Храни нас, Господи, в мире и согласии. Укрепи нас в вере. Пролей милостью на детей наших. Даруем, Господи, твердой веры. Благодарим Тебя за все. Слава Тебе. Любящий Бог, Отец всем и Святой Дочь. Аминь. Аминь. Спаси Христос всех.